здравствуйте дорогие друзья с вами зинаида голубева татьяна и онлайн-школа русская роспись дорогие друзья поздравляю вас с днем знаний 1 сентября конечно и есть такое вот нотка грусти печали что уходит лето но не огорчайтесь наступает осень а осень пора новых задумок новых приключений новых путешествий за грибами к морю в лес в небо везде ну и поверьте я вам не дам скучать у меня очень много планов на эту осень я буду делиться с вами и я поздравляю не только онлайн учеников нашей онлайн школа русская роспись я поздравляю еще учителей которые учатся в тайнах ларца учителей дошкольного школьного среднего и высшего учебного звена поздравляю всех педагогов отдельно как соратников своих поздравляю педагогов художников поздравляю ваших маленьких учеников которые рядом с мамой с бабушкой сидят рисуют и присылает мне свои работы как вы вместе сотрудничаете для меня это самая большая радость поздравляю первоклассников а еще особо хочу поздравить тех кто впервые познакомился с нашей школы и придет учиться этой осенью нашу школу сегодня я подготовила вам сюрприз я сейчас расскажу покажу как нарисовать осеннюю открытку с моим автопортретом я хочу вас этим поздравить с началом учебного года и решила расписать себя свободной кистевой техники с колокольчиками и с кистями и я надеюсь что вы не только получите полезные знания но и увидите как я рисую людей вот сейчас я убираю удары осени ну сторонку для того чтобы начать рисовать такую милую открытку так здесь не насыпала извините пожалуйста у меня очень мягкий карандаш которым я сейчас буду рисовать саму себя значит я буду рисовать себя первоклассницы ну конечно же я нарисую себя в самом центре в обрамлении осенних листьев ягодок и давайте мы с вами вместе пофантазируем итак для того чтобы нам начать рисовать мы выбираем форму головы в виде овала вот так я здесь очень мягким карандашом рисую это будет моя голова она наклонена в сторону вот таким образом посередине я оставлю вздернутый носик и рисую наши глазки вот здесь прямо вот посередине вот наши глазки здесь у меня будет челочка я буду рисовать простой рисунок чтобы вам было удобно его повторить также вы можете нарисовать своего ребенка внука или внучку конечно у меня есть хвостики и бантики если у вас у внучки косички нарисуйте косички ротик веснушки можно поставить щечки вот такая красота дальше я шейку не рисую я рисую сразу свою форму а форма у меня была плессированная такая правильно плессированная юбочка с воротничочком здесь вот так я буду держать в одной руке манжетик покажу в одной руке я буду держать колокольчик посмотрите как я рисую свою ладошку как листочек отдельно пальчик и ладошка очень не сложно сюда я нарисую бантик и колокольчик не знаю как вы а я всегда мечтала чтобы первый колокольный звон прозвучал из моей руки я всегда завидовала школьникам которые несут на плече маленькую девочку хотела быть нести на плече или самой сидеть на плечах самой себе самой сидите на плечах и извинить колокольчиком и даже когда у меня в школу дети паши внуки я все равно это у меня желание такое осталось и я должна сказать что моя мечта в чем-то осуществилась у меня когда пошел сын в школу сава то он был он его выбрали со всей толпы первоклассников на разрезание ленточки новой школы и он действительно разрезал ленточку он звенел колокольчик и приглашал гостей в новую школу то есть мой сын он осуществил такую мою мечту здесь я нарисую и карандашики цветные и кисточки посмотрите как то не сложно сделать и теперь мне нужно нарисовать пить ботики чтобы они были очень простыми не нужны их можно вольфики нарисовать пожалуйста смотрите вот такая девчушка у нас с вами по бокам у нас будет листочки вот здесь у меня рядышком смотрите какие красивые листочки я нарисую в обрамлении саму себя вот по два-три листика с каждой стороны обязательно листочки делим пополам потому что мы будем рисовать их широкой плоской кисточкой а использовать будем и плоские кисточки и круглые кисточки а потом ягодки разместим свободных местах композиция не сложная но очень симпатичная и вселяет такую радость и хорошее настроение давайте с вами перенесем этот эскиз уже на лист бумаги на котором будем рисовать свободной кистевой техники да если вам кому-то понравился эскиз мы выложим в нашем профиле напишите пожалуйста комментариях если нужно эскизы то я сфотографирую и сделаю отдельный пост в инстаграм выложу и пришлю тоже в контакте вместе с этим видео можно покрупнее нарисовать можно помельче нарисовать девчоночку вы можете отдать если мальчишечка то челочку можете дать можете завернуть челочку наверх конечно здесь будет рубашка и брючки здесь то я рисую себя в каких-то ботиночках пишет участницами нужен эскиз хорошо пришлю как раз у нас сохраняется черновой эскиз да я буду очень рада вам поделиться эскизом попробуйте нарисовать такую открыточку сами со своим родным человечком кто у вас из студентов также можете сделать в жанре карикатуры например если у вас студент возрастной вот как у меня два студента последний год учится один вышел на диплом уже и конечно у меня самые большие радостные чувства что наконец-то они меня отучатся я такая счастлива в этом году буду здесь листочки свободно кистевой техники рисовать очень можно быстро и легко но для того чтобы освоиться вода кистевую технику нужно овладеть рядом навыков и для тех кто впервые придет нашу школу я убедительно рекомендую вам взять эту технику на вооружение потому что вы не рисуя плоскими кистями или круглыми вот у меня такие кисточки здесь есть можете очень быстро изобразить любую любое что вот задумайте любую задумку сейчас я буду разводить красочки красками я рисую темпер нами палитра вот у меня не видно надо чтобы палитра была видна или я буду немножко под подвинем если нужно вот какие-то ключевые моменты покажешь а так то здесь одинаково по пути сюда вот знаете выкладывает красочку на палитру кто знаком свободно кистевой росписью хотя бы на наших вебинарах вы уже многие знаете секреты так что я думаю тут особо для вас не будет сложности детства что навык двойного маска конечно быстро не дается нужна тренировка в упражнениях больше рисуйте больше практикуйте рисуйте сегодня с нами да я сейчас затворяю красочку которая будет моим личиком то есть нужно взять цветовую гамму охру красную желтую и размешать вот такой будет меня цели оранжевую желтую да можно раньше не братьям охру желтый красный а у всех бухра дело то что я не буду рисовать очень яркая картинка будет иначе я буду очень сильно загорелая поэтому я буду такой вот нежным цветом буду делать растяжку я сделаю не очень широкую сейчас я сделаю чуть-чуть красненького цвета для того чтобы вам показать как щечки нарисовать здесь вот так щечки нарисовать посмотрите подбородочек носик вот так девочка солнышко получать за девочка солнышко теперь нужно ручки нарисовать сначала саму ладони рисуем потом пальчики так ладонь посмотрите как быстро рисуется темперные краски очень хорошо ложатся и они настолько буквально перекрывает все нюансы что очень приятно ими работать вот я нарисую себя без колготочек нарисую ножки голенькие вот так вот таким образом загорелая девочка приехала с крыма все пришла на 1 сентября встречайте сейчас я буду делать волосы волосы у меня светлые еще и меня выгорели поэтому я тоже буду делать растяжку на цвет охры и на желтый цвет попеременно первый хвостик пошел так голова теперь челка второй хвостик вот как не сложно кажется что это вот буквально мгновение но конечно кто уже знаком с техникой с этой знает что это техника не так проста но те кто научился и владеют этим знанием не до с легкостью выполнят абсолютно с легкостью сейчас я сделаю колокольчик сейчас я придумаю каким цветом сделать вам желтеньким цветом с одной стороны колокольчик внутри есть чтобы он был золотым цветом мечтали ли вы когда-нибудь колокольчиком звенеть чтобы открыть учебный год вот я вот мечта моя сбывается прямо сейчас иногда нам кажется и на она иногда нам кажется что мечты они вообще неисполнимы но честно а потом оказывается что они обязательно исполняется то может быть не не так явно вот я же мечтала об этом и сегодня решила воплотить эту мечту запись этого эфира конечно мы сохраним в нашем профиле потом посмотрите пожалуйста в разделе активе в наши раздел будет сохранено также вконтакте группе мы тоже записываем видео там будет тоже записано сейчас одновременно пишем и там и там загрузим вконтакте тоже будет и здесь будет и здесь тоже выложим эскизы обязательно меня форма была коричневая с белым воротничком ну вот кто не помнит наверняка помнят все что были два передника было каждый выходной я помню наглаживала галстук мне очень нравилось его стирать и мокрым гладить такой ритуал но больше всего я конечно любила не школу в которой училась а больше всего я любила художественную школу своих учителей и очень бы хотелось я знаю что мои мой педагог и директор художественной школы поселка кукисовым чернодежда николаевна калистратова смотрит и контакте и мессенджерах она сидит сейчас спасибо и она увидит это я знаю точно что она услышит мое поздравление я бы сейчас остается только сказать что теперь поставьте любимую музыку до можно пяточку такой башмачок мы пиши тоже что мечтали до мечты обязательно исполняется ну вот я говорю что они не всегда исполняется именно так как они есть ну вот например я могу сказать что меня такой был случай когда у меня была знакомая и уже сейчас с нами нет и римма такая вот очень интересная женщина которая прожила блокаду все она была переводчиком немецкого языка музейным переводчиком и она мне говорит я говорю это хочу дачу она грязиночка такой те же есть дачу ну что у меня дача чем этом три сотки ну ты же хотела дачу ты же не говорил сколько соток я тогда думаю ну надо же ведь она подловила меня что у меня действительно была дача да она была три сотки там много чего не устраивала там но ведь она у меня была поэтому я была удивлена что действительно мы иногда не замечаем что наши мечты-то сбываются мечтать нам поточнее вот но тогда я не знала как поточнее часто вот видите как я точно помечтала думаю сейчас я точно сделаю девчонку ведь захотелось-то поздравить вас ну как-то очень интересно не не так как обычно то ли пишет внучка завтра впервые пойдет в художественную школу ух ты здорово о я как и завидую художественную школу очень люблю шлю поздравление своему педагогу с художественной школы клюшкину игорю который был моим учителем правда недолго сейчас он педагог и художник с большим именем до возглавляет кафедру пушкинского университета отделение дизайна член союза художника член союза этих дизайнеров то есть регалий очень много знаете мой домой педагог мне учителя вот очень были исключительные самое главное они верили меня вот это был была самая большая поддержка не совсем недавно звонит мой бывший ученик это я взяла хинокридон розовый взяла бордовый потому что у меня здесь смотрите какие красивые листочки вот я хочу здесь так нарисовать я взяла кисточку большую самый большой 24 номер плоскую но для того чтобы не не испачкать мою прекрасную досочку я подложу белый цвет иначе у меня будет моя картинка каждый листик он будет не доделан я буду бояться доделать до края кстати вот это вот тоже большой совет ученикам моим не бояться заходить за заходить за край это вот как я называет вот знаете такой элемент как вот идут театралы и вот они несут из свою реплику лицо за кулисы то есть пока они не уйдут они вот они в образе вот мне это очень нравится я ценю очень вот думаю что здесь тоже хочу такое сделать не заканчиваем на панте леса раз по заходим за краю что было цельно она долепит моя мечта исполнилась благодаря вашей школе вот так вот посмотрите как здорово у меня тоже кстати моя мечта исполнилась благодаря моей школе я занимаюсь тем что это вот я никогда в жизни не подумала что я буду заниматься таким большим творчеством и педагогической какой-то нотка который мне очень нравится я я могу сказать что вот у меня самая большая мечта исполнилась моей жизни я хотела свое дело но я не знала какой она будет и благодаря школе я его получила да и столько учеников талантливых это для учителя самое общественное на радостное его жизни да особенно и когда я вижу как у меня мои ученики некоторые уже лучше рисует чем я я уже это вижу только у них еще нету стабильности такой вот имеется ввиду еще очень важно стабильный результат потому что можно выстрелить на одной работе а вторая работа будет уже похуже а вот когда получается постоянно стабильный результат это уже говорит о высочайшем мастерстве тогда уже какие бы вы не брали краски где бы не были у вас всегда будет получаться это придает смелость вот сейчас я была на закрытии выставок выставки крымских художников вот выставка живописцев да и вот они делились тем что им тяжело рисовать на публике и говорят а как вы с этим справляетесь я говорю я мне очень нравится рисовать на публике потому что когда получаешь уже тут результат который уверен до который задумал когда ты уже видишь свой результат до уверенным то я наоборот я очень люблю работать на публике меня никто не смущает и могу вам сказать сейчас по секрету раз у нас такой сегодня 1 сентября я очень хотела свое время участвовать об шоу хорошо называлась минута славы я даже придумала три выхода на сцену именно с рисованием должна сказать вот такие у меня были задумки может еще существится ну я делал то что эскизы и задумки остались это я простите вот поправляю видите наш наш эскиз всего я выбываю кисточку сейчас у меня нужно только маленькая кисточка чтобы плодотворно поработать ей маленькой кисточкой тоненькой может быть любая кисточка и синтетическая и беличья самое главное владеть кистью правильно вставить ее так какие же у меня глаза а у меня зеленые глаза сейчас я зеленые глаза до зеленые вспомнила мне зеленые глаза до зеленого христа и сейчас цветом потому что я сейчас возьму такой откровенно зеленый цвет у меня потеряется такое осеннее настроение и будет такая летние глазки так сейчас я остается самое вкусное вот на этом этапе очень тяжело педагогу удержаться не подправить своему ученику потому что когда у меня ученики подходили и взрослые особенно они очень ждали чтобы я побольше нарисовала была большая проблема так хотелось помочь порисовать это очень вкусное занятие ну да всеми просят чтобы подправьте подправьте а это действительно ну как кому то может и не нужно развиваться как самостоятельно вообще лучше выслушивать замечание и уже самостоятельно работать над ошибками да так она конечно всегда сильнее да и онлайн интернет вот в этом деле очень эффективно это я могу сказать что я всегда говорю и повторяю что если мне кто-нибудь сказал что она настолько эффективная вот честно я раньше бы вот просто посмеялась бы и тут когда мне недавно мастер мастеру предложили как бы вместе сотвор сотрудничество он сказал нет нет только от ученика кучи от учителя к ученику да да и я сразу себя вспомнила это же мои слова были на тяже на самом деле все зависит от все таки от того как мастер разработал программу программу прекрасно можно и формате онлайн выложите записи это нам даже эффективнее будет а если есть обратная связь как раз и получается из рук руки ведь все равно же вы общаетесь с художником мастером непосредственно именно по своим работам то же самое что улочное но и самое главное вот то что самое ценное отмечаю для всех это остановка меня на паузу сто раз перемотать это по-моему самое любимое из всех тех кто мне когда-то говорил что онлайн против вот меня любовь николаевна она такая у нас дама серьезная ведет экономику финансы пушкинской университете города луги она сказала мне это было не самая большая радость что я могу вас поставить на паузу в зубу раз ну такой ты оборотничок пишет наталья шикарная зиночка получилось вот зиночка да папа называл мне звоночек ну да за голосочек один несла до голосочек и сейчас а в детстве наверно был вообще меня это ужасно иногда это конечно для преподавателя это замечательный дар вот а кто рядом правда навсегда иногда мы шарахаемся и закрываем мужик да это 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 все это такого звонкого голосочка ну да это такое есть на самом деле мне такой вот знаете вот что же делать если мне таким вот голосом одарил вот я просто я да я когда прочитал джерсамина как-то громкий голос по моему был такой у нас в стране чудес да это про меня это про конечно листики будут все подождите секундочку терпением мне всегда да особенно дети у меня начинает всегда спрашивать они говорят ой а это будет будет а это когда это будет то есть я это терпение а мы вот взрослые уже отвыкли терпеть бывает что очень даже долго не хочется терпеть но например вот когда вот я прочитала про фудзияму которая вулкан приводит туристов там пауза полчаса любоваться нужно фудзиямой наши все туристы которые с европы они передачу мы тут стоим полчаса чем делаем мы отвыкли стоять любоваться так у меня обязательно же вот это же еще было лишь обязательно вот еще хохолок у него выпадал здесь это вот так теперь мне надо да теперь мне надо сделать да мне очень хочется вот знаете мы проводили такой вебинар чудесный по жили и мне очень хочется вернуться порисовать именно к жилю помните мы девушку весну рисовали вот конечно мне давно мне уже просят а когда мы будем людей рисовать я думаю что немножко рукой вот кисточка там потом видимо хорошо так просто там у меня кисточки на самом деле сейчас мы их туда нарисуем так юля спрашивает сохранить ли вы эфир да юля мы сохраним эфир надеюсь что он сохранится но в любом случае мы еще записываем видео на компьютер и загружать его будем на канал youtube и нашего группа вконтакте там под другим совершенно ракурсом прямая съемка вот может быть там тоже что-то вы можете вконтакте сходить но здесь тоже сохранится у нас однажды было что не сохранялся помните да было этому это не от нас зависел почему ты инстаграм не сохранил наши эфиры в один день какой-то был неудачный это неудачный день надеюсь что сейчас все получится в любом случае мы его загрузим теперь у меня резервный да это конечно сейчас мы будем делать с вами красивые ягодки здесь разживим листики может посветление наш когда день а то не очень когда темные тогда не очень хорошо можем даже дать им каким другим оттенок давайте все-таки осень надо брать и оранжевый и красный желтый лимон а как же потому что лимон и он же холодный серединке сделаем и сейчас еще же ягодки с вами взять вот можно какие ягоды здесь можно сделать тычком например плоды черемухи давить можно же сделать плоды черемахи черные ягодки ну да что здесь рябина она слишком ярко будет можно черную рябину кстати черноплод куда может не все знают что такое черноплодка и теперь сделаем с вами ягодки можно сайте вот например тут же девичий виноград ягодки правда ведь они же есть такие красивые можно поставить сегодня сделать то же время первым перво сентябрьскую узнаваемую работать какие-то необычные элементы вот те же листья вот такие гридоновые им прообразом послужил властине амарант вот удивительно как на художника вот находит вдохновение а потому что всегда хочется что-то удивление удивить вот это у всех художников такой удивить ребенка везде уже случается будет какая черноплодная ребенка или или девичий виноград у нас будет какой-то голубенький с хенокридон чеком покажите палитру пожалуйста там видео а я сейчас сейчас секундочку я полосу я показываю пожалуйста вот ультрамарин и хенокридон вместе немножко может быть они будут темновато я беленького положу потому что я буду на слияние их ставить посмотрим вот у меня тоже тут такой вот где-то больше голубенького будет где-то больше темненького вот у меня например девичий виноград он как цветет и живи к цветет цветет ягода созревает созревать сейчас я осень конечно приносит свои радости в первую очередь радостью лесных грибов ягод вот этих вот очень-очень я даже уже скучаю по ним и теперь еще колокольчик же остался у нас здесь носик как называется ботала все-таки на школу русской росписи надо обязательно еще здесь узорчик какой-нибудь дать например красным цветом как нам хохоломой например канончик не нарисовать на колокольчике так потом мы нарисуем чтобы ботала была объемным мы дадим белым цветом блик и белым цветом для того чтобы было более воздушно я поставлю точки на вот здесь вот чечки да 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 ну и конечно немножко надо разживить наших бантики сделать крепление вот и на опять идет первый класс но я наверное здесь иду все-таки художе на школу с кисточками с кисточкой в руках его друзья подошла к окончанию такая наша импровизация экспромт к 1 сентября ну дорогие друзья я рада с вами поделиться искусством художественной росписи в технике свободной кистевой такой вот росписи круглыми и плоскими кистями посмотрите как владея этими кистями вы можете нарисовать какую-то свою композицию своим там с ребенком с внуком с каким-то там с племянником у кого какие есть детки маленькие вы можете их нарисовать и я должна сказать что тема детей мне всегда очень привлекает можно же нарисовать этих детей виде открыток с детишками но вы выполнены мальчика нарисовать да 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 мальчика можно на самокате нарисовать да можно с букетом цветов нарисовать вот я например помню торжественно несла художественную школу засушенный борщевик да это было такое мы рисовали борщевик засушенный борщевик и я помню этот натюрморт как сейчас вот наша память помнит что такое удивительное то что поразило когда приезжала педагог с художественной школы с моей наталья елизарова вот она у меня в гостях было она увидела здесь такие засушенные большие вот такие цветы она горел от нам бы в нашу художественную школу наталья поздравляю вас тоже с началом учебного года все друзья вас всех поздравляем особенно конечно же наших учеников нашей школы так тоже и сейчас учиться это придет нам так что друзья спасибо вам за внимание запись сохраним и на публикую также эскизы если вам интересна тема вот такая открыток с детишками или животными свободно кистевой росписи пишите нам знаете подготовит еще интересные эфиры будем рисовать ежат совят лисят с людьми с детишками с малышами всего доброго с первым сентября